здравствуйте друзья сегодня у нас 20 августа суббота сегодня у нас много новостей они такие небольшие но весьма интересные начну с эксклюзива вы наверно слышали что несколько дней назад в умении или во владении трампа во флориде фбр провела обыск в результате которого были взяты там большое количество материалов источники которые прошлом неоднократно доказывали свою осведомленность и надежность сообщает что количество документов которые были взяты у трампа огромное несколько огромных больших коробок а если еще учитывать что там есть документы которые находятся в цифровом виде то там их просто может быть тысячи по поводу этого член палаты представителей конгрессмен кисингер большой друг украины бывший пилот это тот который внес законопроект о необходимости выделения 100 миллионов долларов для подготовки украинских пилотов соединенных штатов америки он сказал что среди изъятых у трампа документов есть настолько секретные что их даже нельзя упоминать не то что раскрывать их содержание даже нельзя упоминать о чем это но и возникает вопрос зачем бывшему президенту держать эти документы в своем имении после окончания срока президентского тем более что к трампу обращались официально фбр через министерство юстиции дело было еще в июне месяце они знали какие документы находятся у трампа и требовали их вернуть но трамп отказался так он упорно уперся рогом не вернул почему что эти за что это за документы зачем они ему нужны почему он не хотел их вернуть но вот здесь эксклюзив то есть источники которые в прошлом неоднократно доказывали свою осведомленность и корректность их информации сообщают что среди изъятых у трампа документов есть следующее транскрипты это в одном экземпляре которые оригиналы транскриптов то есть это evidence это улики или фактологические документы транскрипты о переговорах один с глазу на глаз с путиным это включает его личная встреча с путиным в частности помните вот в хельсинки после которой трамп вышел оттуда как побитый бобик и мычал о том что он верит за счет вмешательства россии в американско-президентские выборы что он верит путину больше чем всем своим разведывательным агентством вместе взятым так вот все они были там повторяю это первые экземпляры это если вот это дело дойдет до суда разбирательства где оригинал вот он там был у трампа затем опять-таки оригинал транскрипта телефонного разговора печально известного телефонного разговора трампа с владимиром зеленским вот тот самый помните телефонный разговор из-за которого трамп был подвергнут импичменту то же самое ну и наконец среди этих документов были был перечень и описание тех объектов на территории российской федерации по которым работает агентство национальной безопасности сша это электронная разведка самое засекреченное подразделение разведца общества соединенных штатов америки на которой тратится больше денег чем на все остальные 16 других агентств развед сообщества америки вместе взятые то есть это объекты электронного шпионажа что там конкретно сказать трудно и наверное вряд ли даже если бы я знал его мне сказал конечно у меня единственный вопрос я так понимаю что это не просто перечень этих объектов потому что их на взгляд можно прикинуть и сказать сразу которых что какие объекты могут туда ходить в этот список но если там находят если там содержится описание какие именно операции когда они были начаты что было получено из них то это это бомба и вот вопрос зачем вот эти три вида документов нужны были трампу первые два понятно первые две категории что касается путина прикрыть себе задницу трампу на случай возможного где-то там дальнейшего разбирательства что он сказал путину какой характер взаимоотношений вот он их упер целенаправленно все это к тому что по прежнему идет разговор и что трамп может быть выдвинут кандидатом или выдвинет себя кандидатом на пост президента в двадцать четвертом году не факт что это свершится многие представители даже республиканской партии сомневается что он выиграет но на всякий случай что касается транскрипта разговора зеленским то это тоже к этой же категории так на всякий случай потому что импичмент был мало ли еще что нибудь может из этого быть то же самое но вот вопрос зачем ему нужен нужны были документы касающиеся электронного шпионажа соединенных штатов против россии против страны которая сейчас является одни без главных если не самым главным противником соединенных штатов америки он что собирался делать с ними может он собирался если при политического убежища у путина придется просить отплатить эти документы или продать их или на что-то обменять но в общем рациональному осмыслению нормального человека это не поддается объяснению то есть прикинуться идиотом тоже не получается потому что отбор этих документов был очень целенаправленный то есть была какая-то цель ну и министерство юстиции сейчас рассматривает вопрос о том чтобы открыть уголовное дело по трампу за нарушение закона о шпионаже дело в том что ну трампом завела некоторые его сторонники начали кричать что он их рассекретил эти документы якобы это не так потому что рассекретить документы можно только в результате определенной процедуры и она зафиксирована в законах подзаконных актах нельзя не мог трамп сидя в туалете подумать вот я эти документы рассекречиваю и все они автоматически стали секретом ничего подобного это процедура повторяем и на рассекреченных документах должен стать штамп on classified рассекреченный нету ни одном из этих документов ни на одном из них этого нет то есть они все по-прежнему секретные а согласно закону шпионаже даже их перемещение без соблюдения особой процедуры с одного здания в другое с одного помещения в другое это уже нарушение закона так что наблюдаем что будет дальше но это это конечно да то ли на грани антиатизма то ли на грани с госизмены то ли какой-то театр полного абсурда ну вот собственно говоря все что я хотел вам сказать дорогие друзья на сегодняшний день слава украине и и вооруженным силам враг будет разбит подготовка к этому идет полным ходом набираемся терпения и выдержки и желаем вам дорогие друзья успехов и удачи до новых скорых встреч удачи 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 Продолжение следует...